комедии «Ревизор». Итак, в исполнении 10-го класса А сцены из комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Аплодисменты! Итак, господа, я пригласил вас, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. К нам едет «Ревизор». Как «Ревизор»? Как «Ревизор»? Вот так вот. «Ревизор». Инкогнито из Петербурга. А темно... Не было заботы, так впадай. То-то у меня было какое-то странное предчувствие. И тут еще письмо. Возможно, уже приехал и живет где-нибудь. Инкогнито. Да, а что-то такое необыкновенное. Антон Антонович, зачем же к нам «Ревизор»? Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая политическая причина. Россия хочет вести войну, а министерия-то подослала к нам чиновника разузнать измену. Эх, куда хватили. В уездном городе измена. Да отсюда хоть три года куда-нибудь скачи, никуда не доедешь. Ну так, господа, я уже подсуетился, чего и вам желаю. Особенно вам, Артемий Галибович. Какого угодного заведения наверняка захотят посмотреть. Но такие надо, чтобы чистые были. Ну, можно и чистые надеть. Да и вам, Анна Смедович. Присутствуют места тоже наверняка захотят поглядеть. Нету таких людей, у кого бы не водил за собой каких-нибудь крышков. Антон Антонович, что вы полагаете крышками? Крышки крышками росят. Я всем говорю открыто, что беру взятки. А чем взятки? Барзовыми щенками. Это совсем мое дело. Щенками, не щенками. А все это взятки. Черезвычайное происшествие. Неожиданное известие. Что? Да приходим мы, значит, в гостиницу. Эй, позвольте, Петр Иванович, я расскажу. Ой, Петр Иванович, давай прийти, переполнится всего. Препомню уж не мешать. Пусть я расскажу. Значит, забежала я к Грэму Кузьмичу, чтобы ему рассказать полученную вами новость. А идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем. Возле будки все продают пироги. Так вот, встретился с Петром Ивановичем, говорю ему, слышали вы новость, которую получил Антон Антонович из письма. Зашли мы, значит, в гостиницу, как вдруг молодой человек... В дурной наружности, в партикулярном платье. Входят, это по комнате. И влезает такая рассуждение, физиономия, поступки. Я говорю, Петр Иванович, здесь что-нибудь неспроста. Да. Подозвал трех птичка Власа, а Петр Иванович и спросил, где... Ну, я, значит, его и спрашиваю. Кто этот молодой человек? Но Влас мне отвечает. Это, говорит, чиновник, ведущий из Петербурга, в Саратовскую губернию. И говорит, зовут его Христаковс Иван Александрович, и говорит, живет, который неделю при странно себя ведет, все начнет забирать, ни копейки платить не хочет. Как сказал он нам про это? Э, говорю, Петр Иванович. Ну, нет, Петр Иванович, это я сказал. Ну, я сказали мы с Петром Ивановичем. А что ему здесь сидеть, коль в Саратовской губернию дорогу лежит? Ну, да-с, а он, он-то и есть этот чиновник. Что? Какой чиновник? Чиновник, которому мы позволили писать нотацию. Ревизор. Что? И где же он сейчас? В пятом номере, поднесется, в гостинице. Как? И давно он там? Да две недели уж. Две недели? Батюшки-святушки. За эти две недели они выдавали провизию. В городе нечистота. Позор! Антон Антонович, надо Паратов в гостиницу ехать. Нет, нет, я лучше сам. Вы говорите, он молодой человек? Да молодой, он 23 с небольшим. Тем лучше. Молодого быстрее принюхаешь. Больным велено овсяный суп добавить. А у меня по всей больнице несет такая капуста, что вороти только нос. А я спокойно это счет. Ну, кто заедет в уездный суд? А если заглянет в какую-то бумагу, то и жизнь у меня работает. Ах, боже мой, где же они? Антон! Антон! Ну что, приехал? Ревизор с усами? Позже, матушка, позже! А я не хочу позже, мне слово лишь одно. Каков он? Что, губернатор? Кто? Да позже, матушка, позже. Уехал. Я ему еще припомню это. Да что же делать, маменька? Все равно через два часа все узнаю. Через два часа покорнейше благодарю. Эй, Абдотия! Что, слыхала? Приехал кто? Да не слыхала. Глупая какая, так уйди и узнаешь, что там да как. Угу. Черт побери. Есть так хочется. Да жива не треска дня такая. Как будто бы целый полк затремил их трубы. Видишь ли, ему в каждом городе себя показать. Эй, Осип, иди ступай, посмотри к комнату. Да, обед самый лучший. Ой, а сам-то тьфу. Простой коллежский регистратор. До чего ж в картишке достучался, доигрался. Вот теперь обедать не дают. Пока за хрежней не заплатил. Стучится, верно, он идет. На, Осип, прими. Осип, прими, Осип, подай. Что это? Опять валялся на кровати. Так чего ж я... Чего ж я кровать не видала? Все, сплокочено, Осип. А, тут ступать не дадут. Да куда ж, куда ж? Куда, в бухет, скажи, чтобы не покушать. Ой, нет, нет. Я туда ступать не хочу. Ты как ты смеешь, дурак, а? Да так вот и пойду, ничего этого не будет. Хозяин сказал, что больше обедать не даст. Значит, ступай и скажи ему, что он грубое животное. Прям так и скажешь. Нет, ну это скверно, если он совсем ничего кушать не даст. Так прошелся, погулял немного, думал. А не пройдет ли аппетит? И нет, черт возьми, не проходит. Эх, вот не попутил бы в пенсию, видно, хватило бы денег до дома добраться. А, ну что, братья-то, здорово? Да, здорово. Знаешь, мне-то там снизу до сих пор обедать не приносит. Ты иди, сходи, поторопись, ты понимаешь, поскорее работай. Я тебе что сделаю? Хозяин говорит, что он больше не будет отдавать. И так, говорит, долго вы нам должны, он хочет городничьему жаловаться. Сам посуди, а же кушать должен? Ну, а я-то что могу сделать? Ну, вырезой его, уговори как-нибудь, что ли? Ай, совсем скверно. Так есть хочется, как никогда не хотелось. Ну, уж ты штаны. Хотя нет, уж лучше поголодаю, да в Петербурге в костюме дружу. Хозяин обед несут. Ну, наконец-то, господи, несут. Что же тут такое? Соб. Только одно блюдо? Только с... А соуса почему нет? Соуса нет? Да как нет? Я видел, как два коротеньких человека, ялю семгу и еще много чего. Ах, два коротеньких человека. Ну, знаете ли, это соусы для тех, кто почищен. Что это за суп такой? Ты просто воды сюда плеснул. Никакого вкуса нет. Нормальный суп. Хозяин сказал. Не хотите так? Нет, нет. Дурак, оставь, господи. Какой суп, боже мой. Господи. Переплавать вместо масла. Господи. Канали, подлецы, глядь. Дерут только с проезжающих. Право, будто и не ел. Хозяин, там зачем ты городничь приехал? Городничьи. Экое бестие, трактирщик. Уже успел пожаловаться. Да ежели он и впрямь меня в тюрьму. Да как он смеет в самом деле? Я ему что, бубец или лебезник? Я вам прямо так и скажу. Как вы смеете? Как вы... Желаю здравствовать. И упочтение. Моя обязанность, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы поезжающим никаких притеснить. Я не виноват. Я клянусь. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Он мне говядину подает, как бревно. Суп черт знает, что плеснул туда. Чай рыбой пропах насквозь. Я право не виноват. У меня говядина всегда свежая. Я и не знаю, откуда он такую берет. Позвольте проехать со мной на другую квартиру. На другую квартиру? Да знаю я, что если я сдачу в тюрьму. Да как вы смеете? Я в Петербурге служу. Я прямо к министру. О боже мой, какой сердитый. Все узнали, все рассказали проклятые купцы. Прошу вас, с милостью. Жена, дети маленькие. Не сделайте несчастным человека. От того, что у тебя жена, там и дети теперь маленькие. Я что, в тюрьму должен идти? Да помилуйте. Жалуня казенов не хватает даже на чай и сахар. Если где-то и брал взятки, то с самой малостью. С тобой что-нибудь да на пару платил. Я не понимаю, зачем вы говорите о злодеяниях. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Но у меня и нет ни копейки. Вот я и сижу. Так, если вы в чем-либо нуждаетесь в деньгах, то я готов служить в силу. Да? Ну, дайте мне рублей 200 или даже чуть меньше. Что ж, начнем сейчас. Ровно 200 рублей. Принял деньги, слава богу. И мы таки вместе с 200-400 вернули. Благородный человек, я вижу. Давайте же присядем. Да, мы и так постоимся. Да нет, к чему вы это сядьте? Далеко вы? Я еду в Саратовскую губернию. В собственную деревню. О-о-о. И надолго ли едете? Отец мой упрямый глупый. Я ему так и скажу. Не могу жить без Петербурга. Вот при вот. Кажется, эта комнатка немного сыровата. Да, действительно скверная комната. Еще клопы, как с соматикусы. Скажете? Такой просвещенный человек терпит от каких-то клопов? Знаете... Нет, я не достоин. Что же такое? Нет, не достоин. Ну скажите, у меня в доме есть прекрасная комната для вас. От чистоты душевной. Ну, знаете, напротив, извольте, я с удовольствием. Правда? А я-то как рад буду, а жена-то как обрадуется. Покорнейше благодарю вас. Ну вот уж, час полный дожидаемся. Ах, маменька, кто-то идет. Вон, в конце улицы. Кто идет, где? Не вижу. Это Добчинский, маменька. Прости, не море. Ну что, рассказывайте. Что там и как? Ну, а тут он о чем? Ну, рассказывайте, каков он, генерал? Ну, не генерал, а не уступит и генерал. Ну, такие поступки важные, слова и так далее. Ой, ну каков он с собой? Стар или молод? Да молодой человек, лет 23 вроде бы. А каков с собой, брюнет или блондин? Да больше шатен. Глаза такие быстрые, так смущение не приводит. Что же записка? Приготовь все поскорее для важного гостя. Боже мой! Машенька, нужно туалетом занять. С умом же столичная штучка. Боже мой, чтобы ничего не осмеял. Тебе нужно платочек надеть или еще что-нибудь. Боже мой, сладочек надену. Скажите, а нет ли у вас обществ каких-нибудь, где бы в картишке можно было перекинуться? Ой, да что вы! Я карты в жизни вроде никогда не брал. Жена. Позвольте представить. Жена и дочь. Господи, сударник, как я счастлив в своем роде видеть вас. Ой, а нам как приятно видеть такую особу в нашем доме. Сударник, мне еще приятнее. Ой, не за что у нас свой счет. Садитесь. Возле вас стоит уже счастье, сударник. В этом вам не только для комплимента. Вам, верно, после Петербурга победка показалась не очень-то приятной. Чрезвычайно неприятным, сударник, но, глядя на вас, все меняется к вам. Эх, Петербург, что за жизнь права. С хорошенькими актрисами знаком. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, так и говорю ему. Ну что, брат Пушкин? Да так как-то все, отвечал бывало. Большой оригинал. Впрочем, и сочинений моих немало. Свадьба, Фигаро, Роберт, Дьявол, Норма. Уж даже и названий всех не помню. Видно, Юрий Милославский тоже ваше сочинение, да? Конечно же, мое сочинение. Маменька, там же написано, что это Загоскин сочинение. Вот я так и знала, что же здесь он пришло, и сядь. Загоскин? Ну, наверное, то, вероятно, Загоскин. Но есть еще и другой Юрий Милославский, который может. Видимо, я ваш читала. Как хорошо написано. Божество, не изволите ли отдохнуть? А я ведь и балы даю. У меня в Петербурге первый дом. На столе, например, арбуз рублей 700. Суп прямо из Парижа на пароходе. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну а что дадел государственный? Так меня сам государственный совет боится. Ваши свои отдохнуть неизволите ли? Вздор отдохнуть. Да давайте отдохнуть. Ну, извольте. Ну, пройдем. Вот этот человек не генерал, разве же генералистимус. Ах, какой приятный. Ах, такой милашка. А я, видимо, ему понравилось. Все на меня поглядывал. Нет, маменька, он на меня глядел со своим взором подальше. Нет, маменька, право. Что? Ну как он тебе, если хотя бы половина из того, что он говорит правду, к министрам ездит, да на балах? Ой, а я видела в нем просто образованного, красивого, милого человека. А начиная ему мне даже дела нету. Да, вы, женщина, вам все винтиклюшки. Боже, спасибо, что умеете. Идите себе. Ради бога, господа, стройте на военную ногу. Неприметно на военную ногу. Мост Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять. А что именно? Ну, известно, что... Подсунуть, да, хоть и подсунуть. Опасный, черт возьми, рассердится государственный человек. Я, кажется, с храмом порядок. Тут, как я вижу, можно с приятностью время проводить. Люблю, когда мне угождают. Да и дочка городничьего не дурна. А матушка такая, что и приударить можно. Право, мне такая жизнь нравится. Господи Божий, вынеси благополучно. Так коленки ломает. Имея честь представиться, судья здешний. Ляг, хитя. Вы здесь судья? Ну и как выгодно с судьей здесь быть? Не знаю, где я сижу. Точно или оттогою. А что это не с уходом? Ничего-с. Как это ничего? Я вижу деньги. Никак. Действительно, это деньги упали. А знаете что, отдайте мне их займы. Да, с большим удовольствием. Не будет еще какого приказания. Какого такого приказания? К здешнему уездному суду, к примеру. Да мне и нужды-то в нем нет. Ну, город наш. Судья хороший человек, однако. А после вылюхли с Таркова, ваше мистер Шпейгин, смотритель училищ Флопов и многие другие. И все с превеликим удовольствием давали ему займы, надеясь на то, что он не заглянет в их конторы. Сударни, вы были намерены куда-то идти? Хотелось бы узнать, не здесь ли маменька? Ну, сударня. Я вам помешала. Никак не можете мне помешать. Напротив, вы можете доставить мне удовольствие. Вы говорите, это столичному. Сударня, а вы ли я предложить вам стул? Правда, я не знаю. Мне так нужно было идти. У вас прекрасный платочек. Главное, вы только посмеяться над провинциальными. Как бы я хотел быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шею? Какая сегодня странная погода. Чего же вы отодвигаете свой стул? Там лучше сидеть близко друг к другу. Для чего же близко? Все равно и далеко. А чего же далеко? Все равно и близко. А что это в окне? Не сорок или пролетело? Это сорок. Ну, это уже наглость. Простите, сударыня. Я сделал это только от любви. Ах, какой пассаж. Черт возьми. Это что за выходки, сударыня? Маменька. В рот. С глаз моих прочь. Ну-ка, извините, я сама приметена в такой... Медвумение, что же? Эй, а она тоже очень недурна. Сударыня, ну вы видите, я сгораю от любви. Что вы встаете? Здесь пол совсем не чист. Сударыня, решите, что мне суждено, жизнь или смех. Что вы? Ну, вы же хотите взять в жены мою дочку. Нет, я влюблен в вас. Решите, что мне. Ну, как же вы могли заметить, я замужем. Для любви нет преград, сударыня. Что вы? Маменька, подпустишься. Ах, господи. Какой пассаж. Ну, что же тут увидела удивительного такого. Ну, Анна Андреевна, ну не противьтесь нашему счастью. Какая греха. Да, жизнь моя на глазке. Решите, жизнь или смех, сударыня. Из-за тебя, я, ты такая бежала, как сумасшедшая. Из-за тебя кофе стоит на коленях. И стоит тебе, чтобы я, я отказывалась. Мне, маменька, право вперед больше не буду. Антон! Антон! Знаешь, в какой чести удостаивает нас Иван Александрович. Он берет жену, нашу дочь. Что? Да. Совсем рехнулась. Не извольте гневаться вашу. Она у меня немного с придурью. Я баба была. Е-мое. Право говорю, я влюблен. Вот-вот, когда тебя толкуют. Я отчаянный человек. От любви могу свихнуться с ума, а потом застрелюсь. Вас еще под суд отдадут. Боже мой. Ну, извольте делать так, как вам угодно. Благословляй. Ну, благословляю. А я не виноват. Лучше не готовы. А, я сейчас иду. Как? Извольте ехать? Ну да. Я на один день к дяде. Богатый старик. Что ж. Может, вы нуждаетесь в чуримке? Кажется, я буду в мудах. Да нет, почему бы это? Хотя, нет, знаете, пожалуйста. Сегодня? Что? Сколько вам? Рублей восемьсот, может быть. Вот, пожалуйста. Покорничек благодарю. Антон, Антон. Спасибо большое за ваше гостеприимство. У нас насчет свадьбы уговорили. Я вернусь завтра, послезавтра. Прощайте, Мария Антоновна. До свидания. Прощайте, моя душенька. Ну, как он тебе, этот богатый приз? Я все с самого начала знала. Да. Ой. Ну, может, теперь в Петербурге жить переедем. Натурально в Петербурге будем жить, чем нам здесь оставаться. И в генералы неплохо было бы влезть. Конечно, можно. Конечно, можно. Верите слухам, Антон Антонович, к вам привалило счастье необыкновенное? Антон Антонович, имею честь поздравить. Антон Антонович, честь имею поздравить. Мария Антоновна, тебе честь поздравить. Мария Антонович, дай бог вам, всякого здоровья, вечер. Вот запустите, как все. Удивительное дело, господа. Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был вовсе не ревизор. Резархажный ревизор! Совсем не ревизор. Я узнал это из письма. Из какого письма? Из собственного письма. Принесли мне на почту письмо. Да я взял его и распечатал. Да как же вы? Сам не знаю. Нет, неестественная сила побудила. В одном мухе слышу. Не распечатывай, пропадешь. А в другом будто стучит. Распечатывай, распечатывай, распечатывай. Да что же там? Да в том-то и дело, что этот мнимый ревизор не то, не сё. Да как это не то, не сё? Да как вы смеете называть его ни тем, ни сев? Да я вас под арест. Кто? Вы? Да, я. Руки короткие. Да вы знаете хоть кто я теперь? Он выходит замуж за мою дочь. Он теперь тельможен. Я теперь тельможен. Я вас в Сибирь законопачу. Эх, Антон Антонович, далеко Сибирь. Давайте я лучше вам письмо прочту. Прочту, 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 прочту. Спешу уведомить тебя, душа моя тряпички. Какие со мной чудеса? На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан. Так что трактирщик хотел меня уж было в тюрьму посадить. Как вдруг по моей петербургской физиономии и по костюму. Весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего. Волочусь, но пропалую за его женой и дочкой. Не решился только с которой начать. Всем не дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Во-первых, городничий. Глубка к сивой мере. Что? Да нет там такого. Читайте сами. Не может быть. Вы это сами написали. Как же бы я стал писать? Вот написано. Вглубка к сивой мере. Ой, можно еще раз повторять. Сивой мере. Батчмейстер тоже добрый человек. Но тут обо мне тоже неприятно выражать. Читайте про все. Надзиратель забоугодными заведениями земляника. Совершенная свинья в Ермолке. Ты меня проумна. Где эта свинья бывает в Ермолке? Смотритель училищ протухну насквозь луком. Судья. Стоп, стоп. Зачем ему эту дрянь такую читать? Лучше... Не читайте, не читайте про все. Судья Ляпкин-Дяпкин в сильнейшей степени Мавето. Слышит французское слово. Черт его знает, что оно значит. Может быть, это только машинник. А может быть, и того еще хуже. А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Пиши мне в Саратовскую губернию, оттуда в деревню Подкатиловку. Его благородию Ивана Васильевича Трепичкина в Санкт-Петербург. Да как же, как же это так? Воротить его! Глупые, воротить. Я как назло приказала лучше тройку подать. Однако ж, он у меня 300 рублей взаимы взял. И у меня. И у меня. А это на 865. А это на 865. А это на 865. И у нас, Игнации. Как же я? Как же вышел глупый барин из ума? 30 лет живу на службе. Никто меня не мог провести. Я трех губернаторов обманул. Ну точно, ну как же? Ну как же, Машенька? Он же... Ну как же так? Жениться? Как же? Жениться? Пукиш с маслом, а не жениться. И разнесет эту историю по всему свету. Вот что обидно. И название не поручите. И пойдут слухи. А что вы смеетесь? Под собой смеетесь? Либералы проклятые. Я бы вас взвузил, завязал. Муку бы и стер всех вас. Ну, кто этот первый ляпнул, что он, ревизор? А? Иди молодцы. Не-не-не, не я, совсем не я. Вы, вы, вы. Это не я, я и богу. Это Петр Иванович? Не-не-не, Петр Иванович, уж вы первые начали. А вот они от первых были были. Вот так и мы вы врете. Да, я не смешки, корокобрюхи. Точно. Ну, это были не мы. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас в сейший час к себе. Аплодисменты 10-му А. Ну, что ж, ребята, я прошу вот сюда в первый ряд выйти артистов 11-го класса. Пожалуйста, 11-й класс вот сюда.